В принципе, я предлагаю, если вы хотите проделать упражнение, которое я коротко показал на выступлении, можем просто сейчас вместе его проделать в чуть-чуть более спокойном темпе. Я сейчас поделюсь ссылочкой на GitHub репозиторий. Да, Александр, спасибо, что я рад, что было интересно. На самом деле, чем хорош этот пример, который я показывал, что в принципе я рассказывал на его основе какие-то такие сложные вещи про функциональное программирование в питоне, но если цель просто построить свой портрет, то можно опустить все эти сложности, просто загрузить свои картинки и выполнить код и получить результат. И уже как бы если захочется как-то там глубже что-то поменять и придумать что-то интересное, тогда уже влезать в код глубже и пытаться понять что и как. У меня на основе такого же подхода на самом деле есть мастер-класс для детей, ну, в меру детей, там, да, где-то, наверное, класс с 12-го, когда люди уже начинают изучать текстовые языки и чуть-чуть питон, да, вот как бы ребятам уже могут такого рода упражнения проделывать. Вот, значит, ну, я ссылочку кинул. Если вы хотите попробовать сами прямо сейчас что-то сделать, то есть возможность это сделать, задать мне вопросы, если что-то не работает, поделиться результатами. Вот, если интересно посмотреть, например, знакомым детям это все показать, то я сейчас найду ссылочку на YouTube. Есть хороший комплект видео, как бы специально разработанный для такой вот молодежной аудитории, где рассказывается чуть-чуть про то, что такое вообще искусственный интеллект. И вот как раз примером вот этого портрета, ну, правда, без этой библиотеки M-Pipel на основе чистого питона, вот, там есть даже специальный такой детский репетиторий, более простой, упрощенный, с этими же примерно идеями. Сейчас я найду ссылочку. Сейчас я найду ссылочку. Вот, я нашел хорошую ссылку. О, нас уже становится больше. Это приятно. Вот, спасибо всем, кто к нам присоединяется. Здравствуйте. Значит, я коротко еще раз перескажу, о чем... Да, о, приветствую. Рад видеть видео. Видео – это здорово. Вот, я коротко рассказывал про то, что технику, которую я рассказывал, можно делать тем, кто не очень хорошо знает питона. Даже был опыт применения этого с детьми в школах, которые где-то лет от 12 и старше. И есть серия видео, вот, есть серия видео, где подробно рассказывается вот как раз, как это делать. И чуть-чуть про искусственный интеллект. Если вдруг у вас там есть знакомые дети, можно прислать, посмотреть. Вот, или, в общем, это использовать. Я ссылочку кинул в Zoom-чатик. И еще я ссылочку кинул на репозиторий, который я показывал. Соответственно, если нет опыта работы с Джупитером, то за время мастер-класса можно все сделать, потому что можно использовать Binder. Binder — это такая специальная штука, которая в облаке создает на основе контейнера такой виртуальный Джупитер ноутбук и, соответственно, дальше позволяет вам с ним поработать. Единственный существенный минус Binder в том, что он создает некий временный контейнер, который потом уничтожается. И, соответственно, раз это так, то если вы туда загрузили свои фотографии или какое-то исправление в код внесли, то эти исправления пропадают. И при этом он еще периодически тайм-аутится. Иногда это происходит неожиданно. И когда неожиданно попадают ваши изменения, конечно, это немного обидно. Поэтому Binder хорош как демонстрация, просто показать, что что-то работает. Но если вы хотите работать полноценно, то самый хороший способ, наверное, либо локально установить себе Джупитер все-таки, либо попроситься у GitHub на превью вот этих самых кодспейсов, которые я показывал. Дело в том, что кодспейсов у них пока что находятся в режиме предварительного, как бы, ну, предварительной превью. И можно подписаться на эту программу, и они это периодически людям открывают, но не очень охотно. Мне пришлось сильно просить людей, которых я знаю, что здесь открыли. Но скоро это будет доступно. Я думаю, что в ближайшие там месяц-два должны что-то анонсировать на эту тему. А можно я быстренько вклеить к тебе с вопросом? Да, конечно. Не совсем по теме доклада, а скорее по теме козура. Это можно так сделать? Ну да. Если это не слишком, все будут скучать. Ну, давай так. Меня всегда можно перебить и сказать, Саша, ты несешь дичь и отправить. Хорошо, отправить, потом пообщаться отдельно. Это тоже можно. У меня главный вопрос, которым я сейчас мучаюсь. А можно ли каким-нибудь образом сделать так, чтобы количество двух ушечек у меня было, ну, плюс-минус одинаково. За одну и ту же цену в Азуре. А почему оно не одинаково за одну и ту же цену? А понимаешь, в чем проблема? Меня просто ценник не радует. Я хочу как бы подешевле и побольше. Я понял. Да, можно сделать так. Есть такая штука, как... Раньше она называлась Low Priority VM, а сейчас она называется еще Spot Instance. Вот этот Spot Instance — это примерно в пять раз более дешевая машина, которую в любой момент могут забрать без предупреждения. Поэтому если сделать правильный обучающий скрипт, который, условно, сбрасывает состояние куда-нибудь периодически, чтобы вы могли возобновить обучение в любой момент с предыдущей точки, то можно пользоваться вот этими самыми Spot Instance. Значит, Spot Instance — это когда вы создаете ее руками, и потом она умирает без предупреждения. Это, ну, как бы такой ручной процесс, не очень интересный. А более эффективно это можно сделать, либо используя технологию по названию Azure Batch, где эти же машины создаются как бы кластером автоматически. И если убивается какая-то, она там потом, условно, поднимается. Либо то же самое может делать, по-моему, Azure Machine Learning — внутри себя создавать кластер из вот этих самых инстансов. Но это я, честно говоря, сейчас вот на 100% не уверен, но, по-моему, да. Надеюсь, ответил. Это прямо удешевляет сильно. А убив... Ага. Да, говорит. Нет, говорит, говорит. Убивается без предупреждения. Раньше это происходило не очень часто. Я не знаю, как сейчас в связи с коронавирусной нехваткой ресурсов это происходит, но раньше делали натурные эксперименты, и получалось, что где-то там, ну, раз в день она может убиваться. Ну, где-то так. Ой, а можно я тогда поинтересуюсь? Ну, то есть, в примере, а у них не так переформулировано. Сейчас как быстро такая виртуалка стартует? Потому что нам, как бы, развернуться, поднять докер-контейнер, и докер-контейнер подключится к нашему кластеру, начнет выкачивать данные, а внутри там формально два процесса работают. Мы просто уже все сделали, вот как ты рассказываешь. У нас как идеология прям машинного обучения, что, типа, надо в любом месте запуститься, и в любом месте можно дропнуть. Иначе это не машинное обучение в паблице. Вот. У вас, наверное, ну, как бы стартует она, я не знаю, как это сказать в численный, я не знаю, сколько конкретно она стартует, но какое-то время стартует. Единственное, что вам данные, может быть, надо не копировать, а монтировать. И тогда это все ускорит. Есть... А что значит не копировать, проси, пожалуйста? Есть штука, которая называется Fuse, по-моему, которая монтирует Azure Storage как директорию. Соответственно, вы данные не копируете каждый раз, потому что это занимает время, да, а вы просто монтируете Azure Storage как директорию, и оттуда потом даете данные консюмите. И они загружаются по мере надобности. Это позволяет, в частности, на кластер нагрузку распределять, потому что если у вас там сотни картинок, вам же не хочется сотни картинок на кластера на все раскатывать. Поэтому вы просто монтируете директорию, и дальше те картинки, которые нужны, они скачиваются. Fuse называется технология. Ну, кстати, нам... Давай так, я... Да, действительно, ты каким-то хитрым образом угадал, что у меня аналитика с картинками связана. Но там, где я всякие прикольные штуки строю, так сказать, свободное от работы время, потому что мне интересно, я там придумал другую методологию. Там как бы не ты на картинках, а на пользовательских ивентах. И это очень прикольно. Ты, короче, скапливаешь там бач в тысячу пользовательских ивентов, а потом начинаешь это процессить очень быстро за счет всяких пайпов. И нам, наоборот, выгоднее, чтобы это очень быстро стартанулось. А вот история с Fuse полезна, потому что я смогу ремонтировать все свои образы и поднимать все, условно... Там образ хранить, поднимать, а не закачивать его каждый раз. Поэтому спасибо, не знал об этом. Fuse — это как бы не образ, а директория. Монтируется к блок-сториджу. А, как директория. Да-да-да, и это хорошо, потому что как бы вот у вас в блок-сторидже лежат объекты, да, условно. Вот, и Fuse монтирует ее как директорию с файлами, и при этом, как только вы к файлу обращаетесь, он скачивает этот объект. Вот, ну и кеширует, по-моему. Вот, и это здорово, потому что вы можете как бы всю директорию просто с картинками монтировать и к ней напрямую обращаться. А монтировать как образ — это вообще не проблема. Но единственная проблема с этим, что один образ нельзя монтировать к нескольким виртуалкам, потому что он как бы, когда монтируется, он лочится, по-моему, так. Давайте, значит, ну вот я не хочу очень утомлять всех присутствующих, которые ждут здесь, когда мы начнем что-то интересное делать. Вот, мы можем к этому вопросу вернуться там, да, либо потом, либо как-то еще поболтать. Вот, у меня, если что, там на сайте есть ссылка на Телеграм, и, в общем, можно меня найти. Да, договорились. Приятно было узнать что-то новенькое. Спасибо тебе. Да, спасибо. Я адрес на сайт, на всякий случай, для всех желающих напишу тоже в чате. Да, как называется плагин для Visual Studio Code для работы с Jupyter Notebooks? Он называется, сейчас скажу как, но это стандартное расширение для Python, оно включает в себя ноутбук-плагин, и вот первое, которое вылезает, Microsoft Python Extension, вот оно вам и нужно. Да, оно называется просто Python от Microsoft. Я даже, наверное, сейчас могу на него ссылочку прислать, может быть, и не могу. Вот так вот оно называется. Так, ну, у нас, есть ли кто-то, кто хочет проделать процесс вместе со мной, или как нам лучше построить мастер-класс? У нас не так уж много, чтобы прямо всем вот параллельно делать, поэтому я готов подстроиться. Сколько оно размер занимает, Extension я не вижу. Вот, мне нужно показать еще раз, как можно это запустить, или вы будете мне вопросы задавать, у кого что-то не получается, как нам лучше построить процесс. Давайте сначала я спрошу, а кто вообще хочет проделывать процесс сейчас. Кто хочет проделывать, а кто просто пришел вопросы позадавать. Кто хочет проделывать? Можно поднять руку? Можно поднять руку у нас? Интересно. Да, у нас можно поднять руку. Почему я не могу поднять руку? Или я не вижу как? Я, наверное, слишком редко работаю с Zoom, чтобы это понять. Ну, в целом, любой из участников может включить микрофон и начать говорить. Я вижу, вот Игорь написал, что интересно сейчас. Да, Игорь будет пробовать, а Александр посмотрит. Может, тогда Игорь расшарит экран, Александр посмотрит, а я поддыхаю. Мне кажется, хороший план. Ну, давайте я коротко покажу. О, вы так сделаете. Отлично. Шикарно. Спасибо. Только, наверное, еще Игорь звук включить, а то он не слышит. Можно звук включить, да. А вопрос, у вас, Игорь, уже питон стоит же, да, на компьютере какой-нибудь? Да, отлично. То я было испугался, потому что без питона стоящего пришлось бы еще и питон ставить. Питон, кстати, вот по опыту самый лучший питон – это мини-конда. Я не знаю, как у вас, какой опыт, да. Вот, большая анаконда, она какая-то сжирает кучу места, непонятно зачем, а мини-конда, она быстрая и как бы. Вот, значит, у нас что происходит? У нас поставилась экстеншн, да, отлично. Теперь, наверное, можно клонировать репозитории. Конда, чем хороша? Ну, как бы, конда содержит в себе менеджер пакетов хороший. Менеджер пакета кондовский, он прям вот очень хороший. Иногда, ну, вообще, в питоне чтобы что-то поставить, там есть pip, который ставит из репозитория питоновского, есть конда. И конда это делает лучше, потому что она учитывает большее количество депенденции, зависимости. Вот, если, например, там ставится TensorFlow какой-нибудь, то она ставит еще всякие видеокартовские драйвера там, и, в общем, много чего и что нужно. Я просто в VS Code не работал, а как здесь гид подключить? Тоже расширение нужно официально? Да, да, есть расширение для гида, но вообще проще всего, если вы склонируете отдельно в папочку, и потом просто откроете эту папочку в VS Code. Понял, да, сейчас делаю. Давайте я пока альтернативный способ покажу, если кто-то еще будет делать. Пока вы это делаете, а я зашаю свой скинг игр. И покажу еще, как работает Binder. Binder — это такая хорошая штука, которая позволяет любой GitHub-репозиторий открыть, ну вот, если его, его можно отдельно посмотреть, mybinder.org, его сайт. И вы можете сюда вбить любой URL для GitHub-репозитории, ну и даже не только GitHub, а видите, тут GitLab есть, и вот еще разные какие-то разные интересные вещи, вот, и он создаст на основе этого контейнер. Причем контейнер такой слегка сконфигурированный, вот у меня в моем репозитории есть папочка по зоне Binder, которая содержит в себе конфигурационные файлы, которые говорят этому Binder, какие пакеты нужно установить, какие дополнительные там софтины нужно тоже поставить. Вплоть до Docker-файла можно туда же конфигурировать, вплоть до Docker-файла. Соответственно, если я открываю это все в Binder, я просто говорю, запустить Binder, он начинает здесь собирать соответствующий образ, это происходит ну, какое-то время, естественно, потому что, ну, он, конечно, кеширует, да, вот он, видите, нашел уже сбилденный имидж, потому что я это запускал чуть раньше до доклада, поэтому все произойдет чуть быстрее. Если бы это билдилось с нуля, то как бы там минуты три наверное прошло бы. ну и дальше как бы поднимается такая легкая виртуалка с контейнером, в которой вы получаете доступ через интернет. Вот, чуть-чуть это не очень удобно, потому что вот я сейчас, например, начинаю думать, а как мне в этот образ потом файлы положить, свои картинки, если я захочу их туда загрузить. и мне это не очевидно, как это сделать красиво. То есть это можно сделать через там терминал, куда вот у меня открылся образ, да, и в нем я могу брать и любой ноутбук открывать. Здесь же я могу еще открывать, например, там, а, вот можно открыть сразу фолдер. А, вот, 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 я могу отсюда позагружать через Jupyter Interface, да, я могу позагружать свои картинки. Ну да, вот давайте я так и сделаю. Я в директории Images создам свой фолдер, new folder, как бы мне его переименовать, да. Так, испорченный Visual Studio Code очень плохо работает в Jupyter. А, вот, ремейн. Так, я смог открыть папку с проектом сейчас снова расширю. Давайте. Так. Нет, вот. Есть, видно, нормально? Да, шикарно. Все, открываем Cognitive Port и Tempiple. Выше, 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 Mpiple, вот, да. Сейчас он, нужно чуть-чуть подождать, он поймет, что это Jupyter ноутбук, да, и откроет его правильно. просто ждать, или вот нажать create. Нет, это можно закрыть уже, нет, это можно закрыть, он в отдельной вкладке, вот, все, заработало. Так, теперь листаем ниже и начинаем это потихонечку выполнять. Либо Ctrl-Enter в первом ячейке, либо вот с помощью стрелочки, которая... Вот где код начинается, отсюда? Да. Вот, и он сейчас будет инсталлировать тут библиотечки. Вот это вот самое долгое, это где Pip install, потому что он пытается инсталлировать библиотечки. Но поскольку минус-минус quiet, он еще и не пишет, как он это делает. А здесь будет установка, получается, в системный Python, да? Вероятно, да. Раз нету виртуального окружения. Да, да. Ну ничего. Но OpenCV же вам пригодится. Думаю, да. Вообще, когда такой пример я готовил, я, конечно, основная цель была, чтобы это работало где-то вот в таких легковесных окружениях типа Binder, типа Azure ноутбуков. Вот, у Microsoft это было продуктом названием Azure ноутбук, который очень хорошо использовался для этих целей. Но он, к сожалению, сейчас больше, ну, как бы больше упор делается на Visual Studio Code и вот на этот самый extension. CV2 не установился, наверное, потому что минус-минус quiet, наверное, можно убрать минус-минус quiet и посмотреть, какую ошибку он пишет. Так, а если я просто это выполню в консоли? Можно в консоли, да. Тогда надо сказать Python минус сам пип-инстал и вот это вот. OpenCV-Python называется. нету пипа, да, потому что, да, вот нужно сказать вот то, что она предлагает. Ну, странно. непонятно. но... А, у вас наверно питон, наверное, питон не той версии, используется этим расширением для ноутбука. можно посмотреть там внизу, какая версия питона. Так, где это смотреть у нас? В Visual Studio Code, если ее открыть, давайте посмотрим. Ну, я вот нашел. Вот, 3, 7, 5 внизу, а в самом ноутбуке, если, наверное, переключиться на вкладочку с ноутбуком сверху. Ага, тоже Python 3. Давайте еще, давайте уберем минус-минус quiet вот в этом самом, да, да, и посмотрим, что получится. а я понял, наверное, в чем может быть проблема, но она, правда, обычно вылетает. ноу, что-то он написал. Я не успел прочитать. так, ск-билд. Это мы уже начинаем сталкиваться с питоновскими проблемами зависимости. окружения. Да. Но может как-то тогда будем пробовать в этом, чтобы не терять в гитхабе. Да, да, давайте пробуем в гитхабе. Так, может, тогда вы будете показать. Давайте, я буду показывать, да. Можно провозиться. Да, 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 согласен. Нас же кто-то еще смотрит, да, кому это интересно. Так, давайте буду показывать. Значит, ну, наверное, я просто продолжу показывать, да, или сначала начать заново. Я предлагаю сделать следующее. Мы идем, значит, в репозиторию github.com slash cloudadvocate slash cognitiveportrait и здесь просто нажимаем на кнопочку launch binder. Вот. И все, он запускается. И у вас получается вот такой вот как бы ноутбук работающий в облаке. Единственный минус которого состоит в том, что все пропадет. Как только все это заэкспирится, за таймаутится, все пропадет. Вот. Ну, вот я здесь создал директорию под названием images.mypix и туда намерен загрузить какие-нибудь свои фотографии. Upload. Возьму какие-нибудь фотографии. так вот, например. что же мне теперь каждого нажимать upload. Да, мучительный интерфейс. вот, вот я загрузил. хотелось еще раз, а куда нужно было нажать? В каком меню? Нажать, значит, мы идем на GitHub репозитории и скролируем ниже, прямо вот в Redmi. И в Redmi есть кнопочка вот эта вот launch, launch, binder. запустить binder. Вот, ну и вообще binder это хорошая штука, если вы на будущее как бы просто знаете, что есть такая возможность запустить любой GitHub репозиторий, там временно открыть его виртуалке такой легковесной. Там не полноценный виртуалка, там просто контейнер на каком-то shared сервере, конечно, дается, но... Вот, значит, что я сделал? Я, поскольку свой портрет хочу рисовать, я зашел в директорию images, создал там отдельную папочку mypix и загрузил туда какие-то свои фотографии. Вот, binder, кстати, ну вот здесь можно искать, например, новый терминал и открыть терминал к этому контейнеру и здесь что-нибудь такое поделать. Вполне себе хороший терминал. если у вас, например, картинки где-то вегетом, вы будете откуда-то скачивать, тоже вполне себе удобный способ. Вот, ну что, скажите мне, когда мы идем дальше? Да, я думаю, можно пока продолжать. нажим идти дальше. Сейчас я еще чатик открою. Да, значит, идем дальше. Я загрузил картинки и открываю вот этот файл cognitiveport .mpiple ipnb. и дальше начинаю выполнять код. Первая ячеечка, вторая ячеечка. вот, а дальше начинается самое интересное, потому что вам нужно получить ключ для вот этого самого face api. И чтобы это сделать, дальше еще третью ячеечку сразу, это инсталляция питоновского SDK, а дальше чтобы получить ключ, вам нужно в четвертую ячейку вписать ключ и endpoint. Вот, чтобы это сделать, но я так думаю, что у большинства нет подписки облачной, да, нашей Asia, потому что если подписка есть, то там в подписке можно создать ресурс под названием face api и оттуда получить этот ключ. Да, подписки нету. Да, если подписки нету, да, если подписки нету, то идем вот сюда вот и говорим получить реальный ключ. Вот здесь самая нижняя ссылочка request trial key. Нажимаем сюда и логинимся с Microsoft аккаунтом. Он попросит как бы залогиниться, я просто уже залогинен везде, поэтому меня ни о чем не просят. Вас попросят залогиниться. Вот. И там вы просто скажете получить ключ и вам на неделю по-моему его дадут. отлично. Спасибо. Продолжение следует... Так, кто-нибудь пробует получить ключ? Или пока еще нет? Раз-раз, меня слышно? Да-да-да. Выкидывал, пытался понять вообще, как загрузить картинки. Пока не понял. У меня вот последняя надпись была «Trying Start Server» в консоли на вот этом биндере, или потом «Successfully Pushed.jcr», и вот есть внизу окно Jupyter, там папка проекта. Я вошел в Images, а куда жать, чтобы загрузить, я пока не понял. Окей, показываю. Здесь хорошо бы создать свою директорию, поэтому вы идете вот сюда вправо, где Mew, и говорите «Фолдер», новый фолдер. Фолдер. У вас создается фолдер под названием «Untitled Folder». Теперь, значит, чтобы его переименовать, а вам его придется переименовать, чтобы имя было без пробелов, потому что все лучше работает, когда пробелов нет. Ставим галочку напротив, и возникает кнопочка «Rename». Наверху. У меня, видимо, что-то не подгрузилось. У меня Mew нет. У вас нету Mew? Надо куда-то еще войти, да. А, у вас, наверное, он еще не запустился, то есть там Jupyter внизу. Внизу это такой Jupyter Viewer предварительный, а основной Jupyter у вас сейчас билдится, и он запустится, как бы, когда закончится все, запустится… Launching Server. Ну, то есть это еще не конец, да? Да-да-да, вот сейчас буквально через секунду запустится нормальный Jupyter. Да у меня на самом деле долго уже. Долго, да? Даже странно, потому что меня уже сбил жен образ, и казалось бы, должно быть быстро. Так, ладно, тогда я лучше буду просто смотреть, или пытаться повторить одновременно. Ну, да, давайте я тогда быстренько пройдусь по всему, как бы, да, еще раз процессу, а потом, если какие-то проблемы у вас будут возникать, вы можете меня там условно доспросить либо там в Телеграмчике, да, я оставил там вот у меня сошников.com веб-сайт, и справа там есть ссылка на Телеграм, или давайте я лучше здесь в чатике напишу. Да, хорошо, лучше потом, чтобы не занимать время зря. Да. Ну, сейчас я покажу до конца, как это в Binder делается тогда. Вот я залил эту самую свою директорию MyPix, получил ключ, да, вот это вы услышали, да, как получил получить ключ. В принципе, вы можете попробовать сейчас этот ключ прямо получить. Я ссылочку в чатик закину. Если вы прямо намерены сегодня добиться того, чтобы все работало, и добить это, да, то ключ можете получить отдельно. И сейчас, и если вдруг какие-то проблемы, сейчас меня спросите. Потому что это самое сложное, получить ключ. Самое-самое сложное. Хотя это просто. Но остальное еще проще, наверное. Вот, значит, когда вы получите ключ, у вас там будет ключ, это некий набор цифр, и URL, Endpoint URL, это, по-моему, называется. Endpoint URL будет иметь вот такой вот вид, там будет написано какое-то имя сервера, slash face, slash API, slash 1.0. Ну, может быть, не точно так, может быть, как-то чуть-чуть в другом порядке, но, может быть, slash detect еще будет написано. Значит, вот вам нужно в этой ячейке удалить все, что после адреса сервера. Да, вот это важно. Если вы этого не сделаете, будут ошибки. Вот, оставить только адрес самого сервера и ключ. Вот, я сейчас возьму как бы свой ключ и свой Endpoint URL, и быстро их сюда введу. Вы, пожалуйста, их не запоминайте. Потому что... Или даже, наверное, я сделаю очень корпоративно, я на секундочку отключусь. Или нет, я... Не проблема. Я вот как сделаю. Я на секундочку этот браузер перемещу на другой конец экрана. Вот. Там это за копию пищу, выполню и снова удалю. Вот какой я молодец. Чтобы потом... У нас очень строго стали следить, чтобы всякие ключи не утекали. Вот. Значит, ну, соответственно, вы сюда введете. Ключ — это некий там набор символов и цифр будет. Вот. А Endpoint URL — вы поняли, что с ним нужно сделать. Значит, дальше следующая ячейка. Мы просто создаем этот самый клиент. И еще одна ячейка. Мы пробуем это на какой-то картинке из интернета. Вот здесь, вот в этой ячейке, важно, чтобы у вас получился вот такой вот вывод. Видите? Ну, то есть координаты конкретных вот точек лица, чтобы они определились. И самая частая ошибка, которая может быть, это если вы в Endpoint URL... Вот давайте я Endpoint URL укажу неправильно. Я вот здесь удалю вот это, а в конце укажу там слэш, что-нибудь. В этом случае у вас будет какая-то ошибка. Вот, например, такая. Resource Not Found, да, там, или какая-то еще. Если ключ неправильный, будет какая-то ошибка про то, что Endpoint там плохие, но это вряд ли то, что вы ключ возьмете свежий. Вот, поэтому важно вот здесь все правильно указать. Мне придется опять свой Endpoint копировать, потому что он чуть-чуть другой. Но Endpoint мне не жалко вам показать. Он просто в Европе у меня расположен, чтобы там быстрее было. Вот. И вам важно добиться, чтобы вот это заработало. Когда вы, кстати, меняете Endpoint, вам нужно следующую ячейку тоже перевыполнять, потому что она, видите, в себе содержит этот Endpoint, и заново объект создается с нужными словами. Вот, значит, вот когда это заработало, это самое сложное. Дальше мы начинаем уже работать с картинками. Здесь можно указать путь к своей директории. По-моему, я ее назвал MyPix. И, да, вот видно, что уже подхватилась моя картинка. Что здесь происходит? Я описываю функцию для чтения картинки с диска и для вызова вот этой самой функции определения точек лица. И для первой картинки определяю точки лица и рисую их поверх картинки. OpenCV позволяет мне кружочки поверх картинки рисовать. И вот этим я пользуюсь, чтобы было видно, что все работает хорошо. Вот. Идем дальше, да? Дальше задача моя — взять все картинки и ко всем ним применить функцию Detect. Вот это здесь написано в таком хитром синдексисе, про который я рассказывал в докладе. Если вам хочется то же самое проделать, кстати, с классическим Python, то в этой же самой директории, ну, в смысле, в этом же GitHub-репозитории, есть, например, стандартный файл CognitivePort.itpnb. И в нем все то же самое написано без mpiple классическим Python. Но только, ну, тексты там похожи, естественно, все то же самое. Но дальше как бы классический Python выглядит вот так вот отвратительно. То есть мы делаем цикл. Ну, вызовы, да, последовательные. Да-да-да, мы делаем аппенды, в какие-то списки коллекции добавляем все эти самые image points. Ну, то есть как бы просто менее красиво, но для людей специально, как бы я же писал еще для людей, которые не всегда понимают вот этих в mpiple разных. Поэтому мне в моем докладе сейчас хотелось показать и то, и другое. Поэтому я приводил пример с mpiple. Вот. И здесь, конечно, это вот, на мой взгляд, сильно красивее. То есть это синтаксис, да, переопределена вот эта операция, получается, как Linux-овый pipe своего рода. Да-да, переопределен pipe. На самом деле этот pipe в Python означает это или, да, операция. Ну, там то ли попитовая или, то ли что-то такое. Вот. И она переопределяется таким образом, что для определенных объектов она становится, как бы, ну, операцией. А объекты эти, они, то есть, грубо говоря, вот эти функции, которые применяются к этому pipe, они, я могу описывать свою какую-то функцию такую. То есть, ну, например, я могу написать range 10, это как бы у меня будет генератор. Вот. Если я хочу описать функцию, которая будет, например, оставлять только четные числа, да, там, в потоке. Я могу сказать def, могу сказать вот так вот, mp.pipe, def, even, и такая функция всегда принимает первым аргументом sequence, поток. Дальше я могу сказать for x in sequence, if x остаток отделения на 2 равно 0, yield x. Ну, и дальше я могу сказать, например, range 10, even. Это даст мне генератор, да, поэтому, если я хочу этот генератор посмотреть, я должен сказать as list, и вот у меня будет результат. Вот это делает как бы pipe-синтекс, он позволяет описывать такие функции. Красиво. Но это не мы придумали, это придумал Julian Palard, замечательный, да, и библиотека pipe это делает. Вот. А мы поверх этого сделали mpipe, и поверх этого он навешивает еще именованные поля. То есть я могу, например, сказать к этому mp.sfieldx, и у меня как бы это будет поток из дикшенери, да, у которого есть поле x. А если я теперь хочу какое-то еще поле вычислить, я могу сказать здесь mp.apply и сказать, я хочу взять поле x, поместить это в поле y, и применить функцию lambda x, например, x умножить на x. И у меня получится как бы поток из вот дикшенери с двумя полями. Вот. Вот, собственно, основная идея. И здесь я этим пользуюсь, потому что я создаю в потоке одновременно поле из файлнейма, из картинки самой, из лендмарков. Если посмотреть то, что получилось у меня в результате, как бы если я посмотрю на дату, ну вот я нулевой элемент, посмотрю его. Я это, наверное, еще не запустил, да? Да, вот здесь как бы опять нашлась картинка, в которой нет лица, поэтому возникает ошибка вот здесь, когда я к нулевому элементу обращаюсь, а мне функция до этого не нашла ни одного лица на картинке, поэтому мне нужно добавить сюда mp.filter. поле ленд и ламбда x, x is not none, and ленд x больше нуля. Вот, все, мои картинки выполнились. То есть, если я посмотрю на тот элемент, который здесь у меня в дате лежит, видите, это дикшнери, где есть имя файла, где есть результат обнаружения, где есть image points, вот эти все, и image, это numpy массив. это вот все лежит в одном дикшнери. Вот. И дальше, как бы, ну вот дальше, чтобы это, например, нарисовать картинки, я просто говорю, беру вот этот дикшнери дата, беру пять элементов, выбираю поле под названием image, когда я выбираю поле под названием image, остается только, как бы, ну, просто обычный генератор из значений, и его я передаю функции show images на вход. По exe, это такая хитрая штука, которая берет функцию и ей на вход передает то, что передали сюда генераторам. Вот. Ну и все. Значит, вот я получил картинки. Дальше я описываю афинное преобразование. Афинное преобразование, оно делается как? Мне нужно указать, какие три точки переходят в какие другие три точки. Поэтому я беру координату pupil left, это левый зрачок, координаты x и y. Беру правый зрачок, координаты x и y. И беру координаты середины рта, которые я вычисляю. Вычисляю вот здесь. Я говорю, что беру левую часть рта и правую часть рта и делю пополам. Ну и по y тоже самое. Вот. И дальше я эти три точки хочу перевести в другие три точки, которые захардкожены здесь вот просто числами. Это приводит к тому, что мое лицо, конечно, чуть-чуть деформируется, потому что если у меня лицо вытянутое, например, или слишком круглое, его пропорции могут поменяться. Если мы хотим, чтобы этого не происходило, нам нужно более хитрое афинное преобразование более хитрым образом отсчитывать. Например, какие две точки переводить, какие две другие и плюс сохранение пропорции. Здесь просто будет чуть-чуть более хитрая математика, но вот таким образом сделать проще. Я правильно понимаю, что это какие-то коэффициенты вычисляются из этого преобразования, которые потом тупо применяются, усредняются и ко всем картинкам? Нет, смотрите, что здесь происходит. Наша задача просто повернуть картинку. То есть вот у нас глаза могут быть в любой точке, правильно? Мы хотим, чтобы они были в точках заданных позиций. Поэтому мы афинное преобразование это когда мы картинку поворачиваем и растягиваем и сплющиваем. Но так сплющиваем, что не меняется геометрия. То есть все параллельные прямые остаются параллельными, но мы ее вот так как-то вот поворачиваем и деформируем. Это преобразование, оно определяется переходом трех точек. Поэтому я говорю, найди мне такое преобразование, которое глаза и середину рта переводят в три заданные точки. И вот это делается одной функцией вот этой get-a-fine-transform. Она возвращает вот это, это, грубо говоря, само преобразование. Само преобразование, оно задается матрицей, но это нам не важно. Короче, можно об этом думать как просто о некотором преобразовании, что нужно сделать с картинкой. И дальше я говорю, вот этот varpa-fine пожалуйста применить к моей картинке исходной вот это преобразование и заодно сюда передается размер финального изображения. Потому что, когда я картинку поворачиваю, естественно, у нее какие-то части выходят за границу, какие-то части, с ними что-то такое может происходить разное. Поэтому мне нужно, ну, Python, не Python, OpenSea позволяет мне задать размер изображения, в который я хочу все это вписать. Это очень удобно, потому что я просто сразу говорю, 300 на 300. и координаты глаз. И вот к каждой картинке я вычисляю свое афинное преобразование, ее своим образом поворачиваю. Получается, вот видно здесь что. Давайте я это выполню, потому что это будет уже на моих картинках. Видите, здесь все глаза, но это как бы, может, не очень заметно, но они все в одних и тех же точках. Вот на этой, на желтенькой картинке у меня голова, у меня как бы чуть-чуть наклонена была голова, она голову выровняла, при этом все остальное наклонила. Видите, как бы, ну просто глаза были чуть-чуть не горизонтально, да, она сделала так, что глаза горизонтально, все остальное повернуло. Вот, она написана, где нужно, как бы, вот где нужно, она обрезала, там черные края добавила, да, вот эта, например, картинка была маленькая, и она стала с черными краями вокруг. Вот, и теперь мы вот это все усредняем просто. Мы повернули, повернули, мы применили с помощью этой функции apply, сказали, возьмем в качестве аргументов картинку и точки, применим нашу функцию find transform, которая на вход как раз получает картинку и точки, и получим результат в виде поля под названием align, и это поле нарисуем. Вот, а теперь, чтобы это все усреднить, я говорю точно такой же код, то есть я говорю, берем данные, выравниваем все, получаем поле под названием align, но вместо рисования я применяю функцию merge, которая все это слепляет вместе, и получаю вот такую вот свою картинку. Merge это типа умножение картинок, да? Сложение картинок. Сложение, да. Сложение и деление на n. Здесь на самом деле картинка, она представляется просто матрицей, да, вот матрицей точек, точнее тензором точек, у нее размер будет 300 на 300 на 3, 3 это цвета, и чтобы получить из этого усредненную картинку, мне нужно по одному измерению посчитать, по каждому цвету посчитать среднее. И здесь я это делаю вручную, потому что я еще умножаю на некоторый коэффициент, для чего мне это нужно, чтобы иметь возможность варьировать, мне же в генеративном искусстве, чтобы получить красивый результат, мне часто нужно несколько раз попробовать, да, случайно что-то сгенерить, чтобы получить, и выбрать красивый результат. Поэтому я добавляю вот эту возможность дополнительных весовых коэффициентов. Ну, по сути, можно такие коэффициенты в каждой картинке, да, подобрать, например, если где-то слишком яркая, где-то темная, там как-то вот. Да, да, совершенно верно. Опытным путем. Только они здесь подбираются случайно, и как бы, да. Ну, а вообще есть алгоритмы их, да, вывода как-то? Если уже упираться в область именно с картинками, как пример. Не, если как бы хочется, можно с этим экспериментировать, да. Например, ну, можно по-разному экспериментировать. Я-то, когда делал большие эксперименты у себя, я взял просто, грубо говоря, фотоархив там за год и напустил на это все когнитивный сервис. А он умеет, кроме, например, вот координат точек, он умеет возвращать возраст, пол, эмоции, там, человека можно обнаруживать, да. То есть я, например, взял из этих картинок и вынул автоматические фотографии там себя и своей дочери. А дальше, например, я могу сделать хитрые вещи. Я могу сказать, вот взять все фотографии своей дочери, и разложить их по возрасту, да. Вот видите то, что у меня там сзади на бэкграунде, на видео, да. Это вот такая вот штука, где две фотографии моей дочери как раз помоложе и слева как бы это все ее фотографии там до какого-то возраста, да, а справа после какого-то возраста. Дальше мы как бы это все автоматически можно отобрать. Mpiple это позволяет прям очень красиво делать, потому что я просто говорю там фильтр и отбираю одни фотографии или другие. Вот. И можно как бы экспериментировать, можно разных людей смешивать, можно, например, коэффициенты весовые варьировать по очереди так, что будет перетекать из фотографии одного человека в фотографии другого человека. Можно сгенерировать такой секвенс из этих фотографий, потом слепить их там в GIF или в видео. То есть, в принципе, неограничены возможности, что можно с этими идеями делать. Ну вот здесь я как бы, здесь я просто беру все веса одинаковые, а дальше я делаю такую штуку, что я веса варьирую случайным образом. Это функция RND Merch, она берет картинки, снова их выравнивает, а дальше в Merch передает случайный вектор. Вот это вот Mp.random.random генерирует случайный вектор весов. И таких штук я прошу сгенерировать 5. Поэтому, значит, у меня получится, видите, 5 картинок, они все чуть-чуть отличающие. А, ну это как раз за счет вот этого случайности, да, получаются вот эти эффекты разные. Да, да, совершенно верно. Понял, да. Ну то есть, как бы, они не то чтобы эффекты, они просто с разной интенсивностью картинки. Вот здесь картинка GAP видна, а слева картинка GAP не видна. Ну да. Вот. И вот это мне, например, больше всего нравится вот это, да, с картинкой GAP, и при этом чтобы очки были чуть-чуть вот эти видны вокруг. Наверное. Можно еще делать разное количество картинок. Например, я могу вот здесь, например, сказать Mp.shuffle перемешать, да, и взять, например, mp.take, например, 5. Значит, я буду каждый раз брать по 5 картинок. Так, shuffle нет, он называется P.shuffle. Вот, видите, как бы получилось, только мне нужно здесь тоже сказать, len, не len data, а 5, иначе они будут темные. И где-то я забыл скобочку. Или лишнюю поставил, сейчас надо проверить. Да, забыл скобочку. Вот, видите, я беру там, в данном случае, 5 случайных картинок. Не все, а только 5. Получается, как бы, чуть-чуть менее красиво, потому что, когда я смешиваю мало фотографий, начинают быть видны вот эти все края, конечно. Вот, но, опять же, если у вас фотографий очень много, там, например, вы взяли, весь архив обработали, у вас там тысяча фотографий. Из тысячи фотографий хорошо выбирать, например, 20 случайно, потому что, как бы, тысячу всю смешивать может быть не слишком плодотворно. Ну, в общем, вот так. Как потом выгружать, например, из проекта? Да, выгружать, вот здесь, вот видите, вот здесь я получил фотографию в переменный рез. И теперь я могу это в переменный рез записать на диск. Вот это вот внизу есть. кода, да, например, я возьму там, запишу с помощью имрайт файл этот zzzz и он у меня теперь в моем в этом самом байндере, если я пойду в рез. Вот он, мой файл zzzz. Который я только что создал. Даже из этого байндера есть возможность его выгрузить куда-то уж на постоянной основе. Да, да, конечно, это можно сделать да, можно сделать прямо вот отсюда сказав сохранить как можно сделать можно здесь отметить, сказать даунлоуд, скорее всего, вот видите здесь есть как-то даунлоуд кнопочка, да единственное, что это нужно делать сразу байндер уничтожает вот это все через какое-то время инактивности да, и конечно вы можете, если вы там Unix хорошо владеете, можно здесь терминал открыть и вегетом там и куда угодно СЦП там это вопрос, потому что это какой-то контейнер, который наверняка обрезан по сетевым подключениям но что-то придумать можно вот загрузить куда-то там ФТПшников точно можно вот ну вот как-то так дальнейшее как бы развитие этой идеи можно посмотреть, у меня есть блокпост, давайте я покажу там на сайте как сделать на основе этого интерактивный экспонат то есть я делал экспонат для электромузея, он стоял в электромузее где люди ходили как бы мимо выставки, да там их делалась фотография и она отправлялась в облако и смешивалась там с фотографиями других людей с выставки вот и получался результат здесь как бы питоновская функция она лежит уже в облаке но в общем тот же самый код но положенный в облако здесь как-то на русском тоже эта статья есть поэтому если интересно можно почитать то есть то есть с этими коэффициентами задается вот афинным преобразованием примерно те конечные размеры вот этого выходного фото да там из всех если там под разными углами с разного расстояния будет маленькое изображение вот оно как раз это все выделяет лицо увеличивает его да там размещает где нужно да да именно так вот он усредняет да вот и можете даже посмотреть я сейчас адрес напишу slash museum slash people blender есть онлайн версия этой штуки когда вы через веб-сайт заходите и я сейчас посмотрю работает или нет потому что веб-камера у меня же зумом занята поэтому а вот работает у меня вторая веб-камера есть я могу значит здесь вот вторую веб-камеру смотреть нажать take она сделает фотографию и смешает меня вот с другими как раз кто этим пользовался но сейчас в музее не работает эта штука потому что по понятным причинам да она закрылась на карантин а потом открылась другая уже выставка но значит вот онлайн это все живет можете тоже зайти сюда и свою фотографию присылку пить вот к этой куче других фотографий здесь вот это все работает значит на веб-сайт отправляет в облако облако смешивает и возвращает назад насчет фотографий с большим разрешением хороший вопрос значит здесь есть два ограничения во-первых штука которая выделяет координаты точек лица у нее есть ограничение на размер фотографии то есть больше чем там по-моему то ли 4 мегабайта то ли какой-то размер там типа 4000 на 4000 точек короче есть какое-то ограничение если вы в него упретесь то вы можете всегда сделать хитрость можете фотографию масштабировать в маленькую определить точки лица а потом координаты получены умножить снова на коэффициенты получить большие координаты потому что для точного определения очень высокое разрешение не нужно если вы прям очень-очень большое хотите если вы хотите 1024 на 1024 не проблема и вторая вторая тонкость состоит в том что когда мы делаем афинное преобразование если у нас лицо например занимает маленькую часть на картинке то оно растянется и вот это растягивание оно произойдет с потерей качества ну понятно что это все усреднится когда вы там другие фотографии подмешаете будет все не так заметно но в целом вот такой эффект тоже будет и нужно его учитывать слегка вот я делал конечно да фотографии побольше я обычно делал 1200 на 1200 по-моему когда для печати я на новый год просто многим знакомым календарики делал мне даже есть секретный скрипт который из любой директории варит такой вот портрет но можно разные да еще интересные эффекты делать если у вас какие-нибудь будут эффекты свои например можно делать из двух фотографий я вам показывал а можно вот например такую штуку делать это называется взросление где прямо по возрасту они расположены в порядке возрастания и видно как происходит взросление если вы какие-нибудь такие хитрые штуки будете делать вы пожалуйста в этот репозиторий мой делайте pull request назад то есть как бы ну знаете pull request вы вносите свои изменения дальше говорите пожалуйста примите его в исходной репозитории и это здорово и это здорово потому что ну просто будет больше разных интересных примеров у меня вот здесь вот в исходном репозитории вы имеете в виду с результатами уже обработки какими-то ну результат обработки может быть или сам код тоже сам код да если вы передумаете какой-нибудь новый способ их компоновать эти фотографии понятно вот здесь видите как бы разные другие вот например такие портреты вот эти вот как бы я первые три сделала дальше вот такие вот треугольные да не то чтобы это конечно очень было прям воодушевляюще но тем не менее тут мои студенты нарисовали там я их заставил или вот Билл Гейтс отраженный или вот такая штука тоже делается из портретов путем правильного хитрого расположения вот и это все можно вы просто как бы клонируете себе как бы делаете форк этому репозиторию в своем форке вносите изменения и говорите потом pull request и дальше просто мне нужно будет это одобрить и оно все попадает сюда здесь будет такая основная коллекция всех интересных штук вот а если у вас просто свой портрет получится красивый вы мне можете в телеграммчике прислать посмотреть мне будет приятно что вот вы поработали и получилось что-то хорошее это вот я когда началась самоизоляция мне было скучно я каждый день постил фотографию Билла Гейтс с соответствующим количеством долог 4-5 и там до 13 я доходил в инстаграме там есть даже это самое первый день самоизоляции второй день самоизоляции и много фотографий Билла Гейтс тут именно фишка на том чтобы продемонстрировать работу контейнера в общем многопоточная обработка больших массивов данных по примерно одному сценарию если честно то обработка не многопоточная здесь она пока что такая однопоточная скорее ну я может быть плохо выражу то есть поток однотипных объектов именно конвейерные и соответственно какие-то например другие фотошопские эффекты например именно наложение не лица например поместить человека куда-то в другие пейзажи это уже алгоритм не подойдет здесь нужно банальное сложение или умножение сложение но нет как бы в выделении помещения человека куда-то там как бы основная проблема выделить контур а выделить контур это как бы скорее всего какая-нибудь хитрая нейросеть поэтому нет в принципе mympiple-то подойдет для всего чего угодно то есть как бы да больше же математика мы же можем компоновать просто какой-то способ компоновать простые операции потому что если нам нужно вырезать и помещать человека на разные фоны мы просто делаем конвейер там этих фонов и дальше как бы один из блоков это вырезание человека но просто это вырезание будет вызывать нейросетку дергать вычисления это все как раз удобно так делать в институте преподавали курс тоже там обработка изображений был как одно из как бы приложений вот этой методики там про свертки рассказывают это все математическая составляющая в общем-то было интересно но практики почти ноль то есть как бы вот поэтому не хватало сейчас конечно с появлением питона и таких инструментов которые это позволяют быстро сделать а не си плюс-плюс там и будешь неделю писать функцию там загрузки бмпшки сколько-то там десятилетий назад да условно вот и поэтому сейчас конечно интерес возвращается с компьютерным зрением такая грустная история немножко что компьютерное зрение изначально оно было таким отдельным направлением где люди исследовали а как там можно например выделять объекты на изображении как выделять человека как выделять кошку были статьи на тему того как правильно какие фичи выделять из картинки чтобы потом там условно был классификатор на кошку или собаку чтобы он хорошо работал а потом на смену этому пришел диплёрлинг диплёрлинг сам выделяет фичи и получается что значительная часть исследований которые делалось в области компьютерного зрения оказалась ну как бы не так востребована понятно что она легла в основу там да те же самые свёртки они повсеместно любая как бы сеть она свёрточная которая обрабатывает изображение да то есть там просто свёртки коэффициенты свёртки они автоматически подбираются самой сетью а не руками да да и получается что вот есть целая плеяда людей которые занимались компьютерным зрением они говорят как же так вот мы стали ненужны ну к сожалению вот сейчас те же самые алгоритмы выделения лиц да там это каскады Хаара для этого использовались вот оказывается нейросеть делает это лучше выделяет лицо там чем каскада Хаара каскады Хаара менее вычислительно затратные то есть например если у нас стоит задача просто как бы обнаружить лицо там есть оно или нет то это может быть менее точно но каскады Хаара хорошо и быстро справляются в OpenCV реализована как раз фейс детекшн с помощью каскадов Хаара но нейросеть делает это более точно вот ну что я надеюсь я как бы показал вас получится повторить вот повторите делитесь результатами мне будет любопытно и если есть вопросы мне в телеграмчике там пишите задавайте да я наверное буду потихонечку тоже заканчивать уже да будет интересно попробовать спасибо за доклад за мастер-класс да спасибо вам за интерес заканчиваю шарить экран если какие-то еще вопросы есть ко мне спрашивайте так еще раз ищу ваш телеграм-канал если что да вот он здесь выше в чате да благодарю да все спасибо еще раз всем хорошего дня вот эти гересеть как плохо обрезает мою руку так делает всего доброго все счастливо да приятно видеть спасибо Продолжение следует...